Цифры War Spot 104 года. 6 июня 2019 года War Spot. Цифры War Spot 104 года. Источник изображения War Spot. В 1912 году на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге было заложено новое для российского флота судно Волха в большой катамаран, предназначенный для спасения подводных лодок. В следующем году судно было спущено на воду, а в 1915 году вошло в состав Балтийского флота. С тех пор Камона, такое имя получило спасательное судно в 1922 году, вот уже на протяжении 104 лет несет боевое дежурство, являясь старейшим в мире судном, состоящим на вооружении. Камона пережила Первую и Вторую мировые войны, Октябрьскую революцию, непростые годы перестройки и подняла за это время на поверхность более 100 подводных лодок. Полное водоизмещение ветерана российского флота составляет 3100 Т, длина 96 метров, ширина 18,5 метра, а экипаж насчитывает 40 человек. Спуск на воду судна Волхов, 17 ноября 1913 года. Источник изображения. Первое время судно выполняло функции плавучей базы российских и британских подлодок, занимаясь их ремонтом и осуществляя дозаправку. Первая в истории Волхова спасательная операция состоялась в июне 1917 года, когда судно подняло затонувшую у Аланских островов в Балтийском море субмарину АК-15. Затем счет спасенных подлодок пополнили Единорог, 1917, Британская HMS L-55, 1928, Б-3 Большевик, 1935, М-90, 1938 и другие. Во время Советско-финской войны судно использовалось в качестве самоходной плавбазы. В годы Великой Отечественной войны коммуна находилась в Ленинграде, а члены ее экипажа работали на обеспечении дороги жизни, за что позже были награждены медалями за оборону Ленинграда. В послевоенные годы судно продолжило спасательную службу, подняв в 1956-1957 годах на поверхность субмарины М-200 и М-256. В 1967 году в жизни коммуна наступил новый этап. Во-первых, судно перешло в состав Черноморского флота. Во-вторых, оно прошло модернизацию и было переоборудовано в носитель глубоководных аппаратов. За прошедшие годы подводные лодки сильно выросли в размерах, и продолжать службу в прежнем виде коммуна уже не могла. Ремонт продлился до 1973 года. На спасательном судне появился аппарат АСА-6 «Поиск-2». Сегодня коммуна оснащена спасательным аппаратом АС-28 «Приз», который способен погрузиться на глубину до 1000 метров, плотно пристыковаться к аварийной субмарине и за один раз поднять до 20 подводников. Коммуна в Севастополе, 2009 год. Источник изображения Право на данный материал принадлежат Материал размещен правообладателем в открытом доступе.